Генеральный спонсор места происшествия – сеть магазинов автозапчастей для иномарок Евразия Автоплюс. Сеть магазинов Евразия Автоплюс. Качественные запчасти для вашего надежного автомобиля. Лучшая цена в джинс-банке. В октябре джинсы по 890 рублей. Торопись, можешь не успеть. Торговый центр «Микс Аленка Антей». Семь человек пострадали в пожаре на улице Зеленой. Огонь вспыхнул во втором подъезде многоквартирного дома. Весь подъезд был в густом дыму. Пути эвакуации были отрезаны. Все подробности в рубрике «Сводка». ЧП произошло в полночь. Очаг пожара располагался в тамбуре. Для спасения людей были сформированы 6 звеньев газодымозащитников. Сотрудники МЧС в дыхательных аппаратах проверили все квартиры в подъезде и вывели по лестничным маршам с помощью спасательных масок более 20 жильцов. Улучшение данного пожара были задействованы силы и средства по повышенному номеру вызова. Работало 6 боевых расчетов. Эвакуация жильцов производилась по маршевым лестницам звеньями ГДЗС с помощью спасательных устройств. При тушении данного пожара погибших нет. Пострадавшие доставлены скорой помощи. Огонь был потушен через 15 минут. Сгорели деревянная дверь подвала, детская коляска. Обгорели электрощит с проводами, закоптились стены и потолок в подъезде. 7 человек получили травмы. Сейчас причина возгорания устанавливается. Отрабатывается несколько версий, в том числе и умышленный поджог. В Амутнинске следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти 18-летней Кристины Алексеевой. Дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». В ходе проверки было установлено, что девушка состояла на учете в Кировской областной детской поликлинике с диагнозом «сахарный диабет первой степени», где проходило лечение и обследование. 28 августа этого года самочувствие у нее ухудшилось. Она обратилась в приемное отделение Амутнинской ЦРБ и была госпитализирована. 29 августа ее перевели в палату интенсивной терапии. 31 августа из Кирова прибыл врач-реаниматолог, который отказался транспортировать ее для лечения в Киров, поскольку Кристина была в крайне тяжелом состоянии. Однако 1 сентября после осмотра другим врачом-реаниматологом и неоднократных требований родителей было принято решение о госпитализации девушку в Кировскую областную клиническую больницу. В машине медиков наступила клиническая смерть и Кристина скончалась. У следствия есть основания полагать, что смерть пациентки наступила от ненадлежащего оказания ей медицинских услуг. В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены различные экспертизы. Данное уголовное дело находится на особом контроле у руководителя следственного управления. Следователи проводят проверку по информации о расстреле Лабрадора в деревне Ключик Уменского района. По словам владелицы собаки, 7 октября сотрудники полиции произвели выстрелы из табельного оружия в ее собаку породы Лабрадор. Женщина считает, что действия сотрудников полиции были неправомерными, так как собака не агрессивная и не конфликтная. Сейчас всю эту информацию проверяет Следственный комитет. Михаил Вагин. Место происшествия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok